Уже в ближайшей неделе в Латвии будет рассматриваться вопрос о возможном открытии музеев и выставочных центров, которые уже давно и сосковались по посетителям. Даугупилский краеведческий художественный музей также надеется увидеть своих гостей и все это время ввел активную деятельность в ожидании открытия дверей. В настоящий момент, хотя решение правительства еще неизвестно, готовится сразу несколько активностей. Образовательная программа по этнографии для школьников, возможные события Дня Матери и особенно традиционные Дни Искусства, которые являются многолетней традицией Даугупилса. Вероятнее всего, они пройдут в конце апреля во внутреннем дворе музея, где и дети, и взрослые смогут расширить свои познания в сфере прекрасного и создать общую картину. Число одновременно находящихся людей во дворе будет ограничено. Если позволят условия, также можно будет посмотреть выставку картин Мариса Чачки «Очные диалоги», которые уже экспонируются на втором этаже музея. Краеведческий художественный музей примет участие в памятном событии 14 июня, посвященном 80-летию депортации латвийских жителей в 1941 году. В самом музее будет открыта выставка, созданная благодаря пополнению музейных фондов из частных семейных коллекций. Кроме того, будет создана дигитальная карта депортации, где можно будет во всех подробностях узнать о судьбах даугупилских семей. Мы длительное время сотрудничали с издательством карт Яни Сета. Создана дигитальная карта, на которой можно будет найти каждый дом, каждое место, откуда были вывезены жители Латвии, в том числе жители нашего города. Это была очень скрупулезная работа, потому что нужно было отследить изменения названий улицы, найти исчезнувшие улицы и найти все адреса, и отметить всех жителей, и вспомнить их. Помимо этого, наш музей еще запланировал памятную выставку, посвященную этим событиям, поскольку наши архивы, наши музейные фонды пополнились уникальными семейными архивами. Параллельно с этим свою кропотливую работу ведет мастер реставрации Станислав Грохольский, который занимается восстановлением и сохранением самых разных свидетельств прошлого. Стоит отметить, что его мастерская, равно как и многие другие помещения музея, вскоре начнут кардинальное преображение, ведь постепенно продвигается вперед проект реновации и реконструкции музейного комплекса. Специалисты уже проводят проверку перекрытий здания и земельного основания под музеем. Разработать технический строительный проект планируется уже в этом году. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Далгупинской городской думы.